Тепераментная как ритм сальса, элегантная как цветок орхидеи, теплая и гостеприимная страна с райскими пляжами. Сегодня оранжевый чемодан посетит Убу. Островное государство окружено теплыми течениями. Именно здесь формируется известный гольф-стрим, а поэтому тепло и влажно здесь в любое время года. Правда, с мая по октябрь лучше все-таки не приезжать. В это время здесь сезон дождей. В эти же месяцы захватывает еще и ноябрь нередки на Кубе и тайфуны. Поэтому ехать лучше с декабря по апрель. В это время температура воды здесь 22-24 градуса. Пляжи Кубы – это песчаный кусочек рая. Именно на этом островном государстве находится самый чистый пляж в мире. Такое звание за пляжем города Вородера признала даже ЮНЕСКО. Здесь белый песок, пологий спуск в воду и чистейшая морская вода, как на картинке. Город настолько популярен, что за въезд придется заплатить символическую плату. Пляжи на других кубинских курортах тоже поражают чистой водой, белым песком и большим количеством прибрежных баров. А на некоторых курортах плюс ко всему можно посетить дайвинг-центр и осмотреть коралловые рифы. 14 национальных парков, более 20 заповедников, водопады, горы и тропические леса – вот главная достопримечательность Кубы. Кубинскую природу можно увидеть в национальном парке имени Александра Гумбольта. Здесь есть мангровые леса, риф, редкие тропические растения и животные. Парк включен в список природных памятников ЮНЕСКО. Попасть на экскурсию туда достаточно просто. Начать осмотр кубинской столицы Гаваны лучше с памятных мест времен революции. А именно с главной площади. Одновременно здесь могут собраться до полутора миллионов человек. Раньше площадь называли площадь республики. Но после революции самую большую площадь Гаваны стали называть площадь революции. Именно отсюда во время своего правления произносил политические речи Фидель Кастров. А вот любители архитектуры должны посетить крепость Кастильо Эль Мора. Это один из главных символов Гаваны. Старинное здание было возведено еще в 17 веке и защищало вход в гавань в самом узком месте бухты. Замок крепости выстроен в форме неправильного многоугольника. Из его окон открывается вид на весь город. В столице Кубы есть одна достопримечательность даже из мира литературы. Это дом Эрнеста Хемингуэя. Легендарный писатель переселился на Кубу в 1939 году и прожил здесь 22 года. В доме осталось множество его вещей. Перед дверью усадьбы до сих пор стоят ботинки 48-го размера, которые носил легендарный американец. Внутри библиотека писателя из 9 тысяч книг и многочисленные охотничьи трофеи. Попасть в дом, где были написаны известные романы писателя, можно всего за 3 доллара. Ночную жизнь Кубы можно узнать только если посетите кабарет Тропикана. Сегодня это самое популярное развлечение для туристов. Раньше Высший свет Америки играл здесь в рулетку, кости и наблюдал за лучшими кубинскими постановками. Легендарные шоу можно увидеть и сегодня. Иногда на сцене собираются до двух сотен танцоров, музыкантов и певцов. Одна из особенностей кубинской культуры – гостеприимство. Поэтому отказаться от приглашения поужинать туристу нельзя. Можете сильно обидеть кубинцев. А вот если Вам чем-то помогли, не забудьте отблагодарить помощника. В качестве подарка подойдет бутылка национального напитка или косметика. А еще кубинцы любят фотографироваться. Правда, сначала спросите у них разрешение. Кухня Куба – это смесь Африки, Испании и Карибов. Главным национальным блюдом считается ахьяко Криолио. Это густая похлебка, которую раньше варили из рыбы и перца. Испанцы добавили в блюда свинины, а рабы из Африки разнообразили блюда местными травами и овощами. В традициях Куба обходится на кухне тем, что есть вокруг. Из любимых лакомств – жареные для золотистой корочки картофели, печеные бананы. Из последних кубинцы могут приготовить настоящий десерт, который иногда даже горит. Как фламбе – это кружишки бананов в горячей карамели с апельсиновым соком, украшенной мятой и миндалем. Его подают на стол горящим. Среди гастрономических изысков можно найти сантигеру – свиную ногу, маринованную и запеченную в духовке, разделанную на ломтики под соусом мохито с украшением из кружочков платана. Или же медальона с манго. Ломтики свинины, тушеные с кубиками манго, пряностями и вином, украшенные свежим манго, мятой и луком. Современные кубинцы вообще очень любят мясные блюда и предпочитают готовить их на гриле или в горшочках. Всем без исключения, с Кубы необходимо привезти настоящий кубинский кофе. Его добывают здесь уже больше двух с половиной веков. Среди сортов можно выделить сорт Алтура. Очень крепкий, терпкий и немного горьковатый на вкус кофе. Его любят не только европейцы, но и сами кубинцы. В зернах этого вида повышенное содержание кофеина. Особой популярностью на Кубе пользуются изделия из черного коралла и панциря черепахи. Но вам мы их покупать не советуем. Кораллы и черепахи под охраной государства, поэтому из-за них на таможне у вас могут возникнуть проблемы. Как ни странно, с Кубы можно привезти и лекарства. Эта страна является одним из самых крупных экспортеров лекарственных средств. Но вот покупать их лучше в магазинах беспошлиной торговли и международных аптеках. Вот такая она горячая, страстная и свободная Куба. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok